Доброго утра, моя YouTube-семья. В общем, уже у нас часов, наверное, полдесятого. Я сейчас поеду в школу по поводу Антохиной формы все узнавать. Покончу показать шампуни, которые закончились. Мне так жалко. Вот же шампунь вот этот, вообще он настолько крутой. Я его тут уже пальцем выбирала, выбирала. И вот эта штука, ну тоже к нему типа бальзама или что-то такое. И у него, у этого бальзама супер вообще упаковка. Он вот так вот стоит. Здесь была наклеечка на белой штуке. Ее отклеиваешь, просто потом выдавливаешь. То есть не надо ни крутить ничего. В общем, супер. Ну все закончилось. Так что купила уже себе эту Натуру Сибирику и Камчатку Сибирик. А, и Натуру Камчатку. Буду пробовать. Надеюсь, что они такие же клевые, как и Эсси. Но не уверена. Еще купила вот такой вот сульсеновый шампунь от Перхоти. Кто-нибудь пробовал? Помогает он? Вообще нет. Это парикмахер мне посоветовала. В аптеке продается. Что-то там 140 рублей. Ну, то есть не очень дорого. Поэтому буду пробовать, насколько он от Перхоти эффективен. Я выехала уже почти 10. И поедем, в общем-то, по школьной форме решать. Потому что кто-то хочет шить, кто-то не хочет шить. Ну, в общем, я всегда за большинство. Я понимаю, что каждому вообще не угодить. Кому-то что-то все равно будет не так. Но я всегда считаю, как большинство решит, так и будет. Мне, в принципе, все равно, что сшить, что покупать. Вот. Так что еду в школу. С Антошиной первой учительницей. Мы сейчас с Сафонькой поедем куда? Магазин? Сейчас что купим? Кашу же. Ты что мне просил? Это кашу. Да. Сейчас кушает, говорит, я хочу попкорн. Это доктор Эткер, эти филиппцы. Ну, Афоня их называет попкорном, да? Попкорн. Это попкорн. Да. Вот такие вот. С чем они? С клюквой. Очень прикольные, вкусные. Как попкорн. А, доктор Кёрнер. А, Эткер, это разрыхлитель. Видели сейчас с Сафонькой в магазин, купили Ясно-Солнышко, потому что он очень хочет кашу сварить с малиной. Буду ему варить на обед. Хлеб закончился. И помидорки розовые. Все, пошли розовые помидоры. Для меня все, лето началось. 200 рублей они у нас сейчас стоят за килограмм. Огурцы не знаю, почему. Короче, три помидора, три огурца купила. Ну, посмотрите, они вообще прям мясо. Мясо, по-моему. И мяса не надо есть розовые помидоры. Все круто. Сегодня на обед сделаю салатик. Бежим с Афоней проверить наших рыбаков. Да? Идем проверять наших рыбаков, сынок. Чего? Рыбы. Рыбу хочешь смотреть? Да, да, да. Так бежал, что даже тапок снялся. Да. Да эту не надо расстегивать, сын Оль. А ты хочешь? Да. Садо, на авокаду. На авокаду мы будем? Пошли, посмотрим, дедше мальчики. Дома будем сегодня, да? Морковка. Афонька вчера говорю, кто мне принесет петрушки на борщ? Афонька чет, я, я знаю, где она растет. Пришел, ботвей, вот здесь вот от морковки нарвал. Приносит петрушки. Ну, потом Гришка все хорошо принес петрушки. Здесь, не знаю, что-то тоже посажено. Вот лук с семенами, по-моему. Наверное. Ну, что там, Гриш, есть рыба? Не раз. А. Ну, сейчас только вытянем. Да? Пустая. Все, Гриша, потому что у меня твой поплавок вон там застрял, торвался. А-а-а, ясно. Так что ты не рыбачишь, да? Твоя убычка. Я скричу, смотрю, учусь. Ну. Мама, у меня обуха. Разбуться можно только сюда. Выходи, обувь здесь. Там застрял? Да, застрял. Гришке, короче, рыба не в ведре, да? Рыба вон. А в твоей этой штуке, да? Из бутылки. Из бутылки. А где рыба? А уже поклёвка. Был у Николая Тимофеевича там. Я вытянул примерно за утро. Угу. Твенадцать три. Угу. Там они как бы я их подсыпала. Да, сразу, да, да, да. Ты и борщицы тягивай. Да, она еще не до конца клюнула. Да. А клювала хорошо. Твою. Гришке, а ты уже эта рыба до 3 минуты. Ну, не 3 минуты, ты уже до конца. Она как бы пришли, она тебя дает. Понимаешь? Угу. Да, они все время водят. Хочется готовить. Не стоит. Это, походу, от этого, да. Я хватит от этого. Дим, тут мы такие с Афони в тенечке. Афоня тут играет с капельным поливом. И у меня деньги, и деньги будут. Представляете, птичка накакала. Ужас, конечно. Сейчас пойдем мыть руки с Мэйлам. Да? Афоня трогал какаски. Да, Афоня трогал какаски. Ужас, да? Ничего. Будем считать, что это к деньгам. Это как афоня. Да. Любимый ляк. Да, папулечка, будем сейчас кушать. Дети уже едят кашу. И я нашла тут малину в морозилке. Она, блин, как будто свежая, да? Кашу добавляем. Она свежемороженая? Нет, но она свежемороженая, но она выглядит, по крайней мере, целенько. И тебе тоже замороженая, тоже какая-то. Как свеженькая? Молодец. Выбираем тарелку. Смотрим концерт на Крымском мосту. Да, дети прыгают на батутах. Вернее, на одном батуте. Один. Два, три. Два. Так, дети на улице все. Я только что сделала пряничное тесто. Безумно счастлива. Отфоткала коробочку на последний звонок. Уже выставила в инстаграм. Ее уже заказали. Вот, поэтому я тоже этому счастлива. Вообще, когда что-то делаешь, и что это кому-то нужно, вот, блин, это круто. И что хотела сказать, кстати, по поводу, по-моему, что решили насчет формы, не рассказала. Но запишу даже для себя, для истории, потому что я пересматриваю видео год назад, даже два года назад. Очень интересно. В общем, что же решили с формой? Решили, что будет синяя форма. Такая темно-синяя. Вот, была представительница Шевия. Ну, там, в коридоре она вывесила, на некой такой доске. Для девочек, естественно, там много вариантов. Юбка, жилет, платья с разными фартуками, синие и черное. В общем, все разное, с разными воротничками. Ну, меня это, девочки меня не интересовали. Вот, меня интересовали мальчики. По поводу мальчиков решили, что будет синий жилет, черные брюки. Не знаю, по мне бы и синие тогда брюки. Ну, может быть, мы одни синие закажем, и жилеты, и брюки, чтобы на 1 сентября, по крайней мере, быть так. Ну, не знаю еще точно, по поводу брюк. Вот. Но черные брюки будут, все адекватные, вполне мамочки. В классе все. Решили, что всех дети разные по комплекции, и что каждый просто купит черные брюки без всяких полосок, без ничего, вот как и у Гришки было. Мы просто купили черные брюки на повседневку и более такие, типа джинсов, но без клепок. Ну, то есть, да, вот такие вот брюки. И классические. И просто носили их у меня, и все. Потому что у каждого своя фигура, на очень худюсеньких обычно, знаете, попки нет, и все как-то вот так вот вздувается на классических брюках. Поэтому будем смотреть по фасону, по фигуре. Вот поэтому вот так вот решили девочки. Там они по-своему решали. Ну, по-моему, платье точно одно буду заказывать с фартуком. А остальное... Потом ходить вот чисто в классическом. Кто там юбку, блузку, кто как купит. Ну, могу сказать, что, например, платье на физкультуру, ну, мне так кажется, так как застежка сзади, и детям нужно самим переодеться. Это достаточно неудобно делать. В общем, пока, мамы... Да, для молодежи доступное жилье, в общем. У детей тут не игра. Пока я была в комнате, немного убралась с ходовки. Вот сейчас вот все ящики относим туда. Афоника теперь едет на машине. Жасмин. Вот как делать жасминовый чай? Листики собирать? Вот как делать жасминовый чай? Листики собирать? Что вообще? Вот у нас есть целый огромный куст жасмина. Что с ним делать? Как это называется? Сел на пенек, съем пирожок, да? Вкусный пирожок? Все, едем обратно. Антоха рулит. Так, мы до Фастовых едем на рыбку на костре. Тучки. И ветерок поднялся. Покажите мне мистер банан. Мистер банан побежал. Иди отдавай бананчики. Рыбка? Нет, это то, что вы тогда с папой ловили замороженную. У нас мороженая? Угу. Дед Алик замариновал. А это детская. Гриша, но они же в чем-то замаринованы, сосиски. Клубника. Да, тут красный. Обалдеть, воздушный шар. Ну, вон, беги до папы, оттуда ты сдалека увидишь. Да, вот он, воздушный шар. Кто там на нем летает? Сюда. Казарку дай. Папа, а ты отдельно на воротах, что ли? А ты с кем играешь? Я. Сам. Котай. Стоп. Один. О-о-о-о. Вставай, котик. Дай я гляну, нормально? Назад резко. А что резко? У нем был шанс бить поворотом. Зачем назад? Сборная России. Вели, вели, раз. Ох ты. У-о-о-о. Кто еще сборная России? Нападай, нападай. Нет. Нет. Два-два счет. Идет ожесточенная борьба. Последнюю минуту. И. У-о-о. Как это не было? Он сам отдал его. Рыба. Берем ее? Рыба. Готово. Сейчас пойдем есть. Там папа в футбол. Продолжает. Уже все, уже все, сына. Ты доволена, Фань? Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр мастер-класс на чердаке, и я делаю леденцы из апельсинового сока. Посмотрим, что получится. Мне вкус интересует, сейчас они застынут. Боже, видите, почти застыли, еще полежит, еще не застыл, еще не остыл, даже горячий. Сейчас пробую этот леденец на апельсиновом соке, но он вообще не отличается, потому что леденцы в большей своей части все-таки состоят из сахара, и здесь именно вкус карамели. Так что вот эти все апельсиновые чипа-чупсы, они все-таки с химией, в плане того, что это не просто сахар, и апельсиновый сок это все же какая-то добавка. А так просто вкус карамели и просто цвет получается вот такой вот более насыщенный, чем карамельный, за счет того, что здесь апельсиновый сок. Вот так вот, так что иду спать со спокойной душой и делаю завтрак карамельки с водой все-таки. Все, всем до завтра, спокойной ночи!